Накануне в час пополудни в Полевском между северной частью города и южной, на перекрестке улиц Штанговая и Советская, рейсовый автобус с пассажирами врезался в фуру с вольвовским тягачом. Дальнобойщик с Волгоградщины, приехавший в Полевской по служебной нужде, в 12.50 подъехал к перекрестку, на котором главная дорога меняет направление, и рванул налево, слишком поздно заметив помеху справа. Этой самой помехой породы Пазик 320-540 управлял 60-летний автобусник, который полагал, и как оказалось зря, что фура уступит ему дорогу. В результате жесточайшего удара, от которого у Пазика головная часть оказалась разбита в дребезги, металлическая челюсть, или то, что у автобуса может ее напоминать, съехала на бок, а нос был расплющен и вошел вглубь по самый мотор. В кабине автобуса и в салоне пострадали четверо. Немолодой пилот, еще более зрелая кондукторша, женщина 66 лет от роду, и два молодых пассажира, 18-летний парень и 17-летняя девушка. Сотрудники ДПС на месте выяснили все обстоятельства, страшной по виду, но, к счастью, не смертельной аварии. Не пострадавший в ДТП 39-летний дальнобойщик из города Волжский, после того, как надышал валкотестер нулевой результат. Сообщил гаишникам о том, что, подъезжая к перекрестку, он не увидел знаков приоритета и включил левый поворотник. Лишь в последний момент заметив пазик, несущийся ему на перерез. Если бы асфальт был сухим, а как назло, накануне в Полевском прошли дожди и на дорогах появились большие лужи, пилот большегруза ударил по тормозам, но моментально остановить огромную махину так и не смог. Как сообщили в ГИБДД, в результате аварии, по предварительным данным, у водителя пазика, 60-летнего мужчины и двух молодых пассажиров, врачи скорой диагностировали ушибы и их отправили домой амбулаторно лечить раны. Пожилую кондукторшу автобуса увезли в больницу. Прокуратура взяла под контроль ход следствия по ДТП. А госавтоинспекция напомнила дальнобойщику с Волгоградщины и прочим автомобилистам о пункте 8.9, известном как помеха справа. В том пункте, черным по белому прописано, далее цитата, «В случае, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому ТС приближается справа, дальнобойщик, у которого за плечами 21 год рулежки, водительский завет, беречь правый бок, по логике вещей забыть не мог, но забыл, теперь придется вспомнить».